Всем хай! Ребята, это просто невероятно, но я сейчас нахожусь в Корее! В Корее я буду находиться целый месяц, и я буду для вас снимать огромное количество контента, на любую тему будет много влогов, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, и давайте посмотрим, что я накупила за первую неделю моего здесь пребывания. Только за первую. Жесть! На самом деле, одни лишь корейские магазины заслуживают отдельного упоминания. Здесь реально очень сильно запариваются не только над самой одеждой, над ее качеством, над ее видом, но также над внешним видом магазина. Вы заходите в магазин и погружаетесь в абсолютно какую-то другую атмосферу. Здесь даже может быть какой-то очень маленький мини-локальный магазинчик, знаете, совершенно непопулярного, неизвестного бренда, который вообще чуть ли не кастомный хендмейд, оформлен в таком стиле, в каком не каждый очень мега люкс-магазин найдешь. И, кстати, да, люкс-магазин здесь тоже выглядит очень знатно. Это вам не просто какие-то корнеры в рандомных торговых центрах. Тут действительно каждый магазин имеет свой стиль, свой вайб, и это отдельно здорово. А еще очень много магазинов на улице. Знаете, в таком формате, как будто бы это рынок, но вообще на самом деле это и есть по факту рынок, просто язык это рынком, ну, назвать вообще никак. И вот в одном из таких магазинов я накупила вот такие вот странные вещички. На самом деле это похоже на ассортимент Алиэкспресса, но только по качеству лучше. Итак, что я накупила? Сейчас покажу вам. Пока что просто выкладываю на стол. Вот, например, один из луков. Я купила себе вот такой вот топик в том месте. Да, он выглядит странно по отдельности, но сейчас я покажу его на себе. И купила еще вот такой вот топ Куроми. Они шли вместе в комплекте, но как на одной вешалке висели, хотя это две разные вещи. Блин, он у меня в чем-то уже испачкался. В общем, топ выглядит таким образом. К этому топу здесь уже пришиты были вот эти вот штуки. И вот, соответственно, топик с Куроми. Мне кажется, это прям очень круто, потому что это не еще среднее между, знаете, таким неформальным аутфитом и U2K, который сейчас очень моден. Мне прям нравится. Ну и по качеству, честно, очень качественно. Несмотря на то, что относительно недорого стоит. Понят! Понят! Поехали дальше. Блин, вы знаете, я очень часто видела похожую штуку на Алике, ну прям очень часто. Но, блин, было купить ее в очень правильном решении на том рынке, потому что это же просто очень круто выглядит. Оно в жизни выглядит просто потрясающе. Она вообще суперпрофессиональная. Ну мне прям... Сейчас, приблюду. Она вообще суперпрофессиональная. Мне очень нравится то, что вот здесь вот зажим, здесь зажим. И по качеству она, правда, очень хорошая. Она прям хлопковая. Ну да, это гора одежды, которой предстоит еще разобрать. Топик сам по себе отдельно. Выглядит вот так. И мне тоже очень нравится, что здесь здесь стоит вот висяшки. И подкладка, но про подкладку мы с вами поговорим позднее. То, что это не Алик, выдает только лишь то, что здесь есть вот такая вот бирка с названием бренда. Ну и надписи сделаны в Корее. Еще у меня был вот такой вот набор. Я взяла себе галстук и взяла вот этот вот розовый бандаж. Кстати, зацените, как выглядит сзади. Но, офкорс, конечно, его не надо носить вот с этим вот, вот с этой вот блузкой, потому что, ну, блузка, конечно же, не отсюда. Она слишком хороша сама по себе. Кстати, я купила себе такую же, только черную. Амеренную непосходящую блузку, потому что свою его куда-то делала и не могу найти. В принципе, в этом сраче, который мы тут развели, это неудивительно. Я пробыла в Корее всего неделю, мне тут предстоит быть еще целых три. И я уже скупила невероятное количество вещей. Как-то так выглядит типичный день. В общем, это невозможно. Мы зашли в магазин, все по 50 рублей. Нет, мы не заходили в магазин по 50 рублей. Вообще ты врешься, это табурины твои, табурины. Нет, это... Так, зацениваем количество, значит, линз. Короче, прикинь, я когда сказала ей, что я хочу купить одни линзы, да, она сказала, две пары. А там акция, один плюс один. То есть, ты покупаешь одни, и тебе автоматов подарок. Я еще офигела, когда мне стало 8 штук класть. Ну, в общем, она положена... Типичная Корея просто. Возьмите вам 900 миллионов подарков. Так, что здесь? Ну, как бы, кайнд-платье с рынка из метро. Тоже контент. Еще одно платье с рынка из метро. 50 рублей. Мира, Мишна. Девочки, мальчики, сапоги. So cringe. Это видео на ширик, потому что уже ничего не влезает. Хочу показать вам и косметику, которую я купила, и кей-поп-мерч, который я купила. В общем, все, что я купила. Боже, даже не знаю, с чего начать. Но сначала хочу начать с одного очень интересного факта. На самом деле, даже несмотря на то, что огромное изобилие магазинов, тут достаточно тяжело найти неформальную одежду. Ведь ассортимент из магазина к магазину местных брендов, он, честно, мало вот чем отличается. И, как объяснили мне подруги-кореянки, есть такая тема, что если какой-то фасон или вещь становится в Корее модной, то все реально бегут и покупают одинаковую одежду. Я об этом реально расскажу вам подробнее во влоге, потому что там есть что интересного рассказать. А давайте пока покажу вам, что я нашла для себя вот именно в местных такого формата магазинчиках. Не для неформалов. На примерке про тупе я сказала, что купила себе такую же рубашку, только черную. Я думаю, будет логично показать сейчас ее. Купила вот такую вот себе потрясающую рубашку. Я думаю, что даже на видео видно, какого классного она качества. А сейчас покажу вам полный лук, который я составила, ну, типа, меньше, чем тысяч за шесть. И, ребят, это действительно крутая одежда, хорошего качества. И она очень бюджетная получилась. Кстати говоря, скорее всего, вам покажется мой вид чересчур откровенным для Сеула. И юбка покажется слишком короткой. И покажется, что, наверное, как-то, наверное, странно комбинировать ее с такой высотой с сапогами. И еще и с чулками, ну, гольфами. Нет. Ребята, про это я отдельное видео буду снимать, где будет полный влог. И я там расскажу вам, как реально сейчас одеваются местные девчонки. Потому что, когда я приехала, элемент был полный, разрыв шаблона. Ибо, когда я была в 19-м году, до того, как случилась пандемия, девушки ходили в очень женственной одежде, все было закрыто, юбки были немножко другой длины. И, ну, вот такого дамочку было очень непросто увидеть. В общем, вот так вот, да, это абсолютная база сейчас для Сеула. Конечно же, прийти в Корею, невозможно было не купить какой-то кей-поп-мерч. Но, к сожалению, я покажу вам больше фоток моих покупок или же больше видео моих покупок. Чуть-чуть попозже, в каком-то другом видео, как, в общем-то, и покупки с Геншин мероприятий, на котором я была. Потому что там очень много подарков для друзей было куплено, и я не хочу спойлерить им, потому что я знаю, что они смотрят мои видосики. Убили себе два вот таких микрофона с Blackpink. Сейчас будем распаковывать, посмотрим, кому из что из нас выпадет. Кстати, кто ваша любимая девочка с Blackpink? Итак, надеюсь, нам выпадут наши биосы. Кто? Кто это? Кто этот человек? Так, о, это кто-то с черными волосами, это что-то жюстно? А кто это? По-моему, это Дженни. Боже, так о куколке Лол, только о куколке Blackpink. Смотри, она панк! Она панк! Она своя! И у нее кардиган как у меня. Офигенно! Ладно, 10 из 10. Вот, собственно, что мы получили. Мы так и не поняли, кто из этого есть кто, потому что нет никакой информации. Еще смотрите, какой виноград у меня огромный. Он прям реально огромный. Вкусный, пипец! Что мне здесь очень нравится в шопинге, то, что ты можешь действительно зайти в какие-то мега недорогие места. Ну, типа, рынок, переход, какие-то, знаете, полуподвальные непонятные магазинчики. И купить там, правда, очень хорошие и качественные вещи. Например, вот этот свитер. Вот эта штука у меня, типа, рублей в 500 обошлась. Просто в рандомный, вот, неироничный подвал зашла, померила. Да нет, а по-моему, даже не мерила, взяла. И, в общем, мне понравился. А как вам? Что скажете? У меня к вам достаточно серьезный разговор, мои дорогие друзья. Короче, ну, понятное дело, что меня смотрит огромное количество фанатов кей-попа. И у меня для вас есть, ну, максимально интересное предложение поехать вместе со мной на кей-поп концерт. Нет, я сейчас никого не бачу. Это не бать на комментарии, вот это вот все. В общем, ситуация такая. Есть вариант поехать на концерт группы Everglow и даже больше. Не просто поехать на концерт группы Everglow. Уверена, вы ее знаете. Но если не знаете, то вот, лучше узнаете. Хорошая группа, реально, всем рекомендую. Поехать вместе со мной, короче, туда на концерт потусить, а потом даже познакомиться с айдолами. Нет, это я не говорю просто, чтобы сказать, а просто такой вот прикол. Заходите в мой паблик ВКонтакте и смотрите, короче, какие у нас правила. Я всю неделю буду выпускать посты и контент про кей-поп и Корею. И вам нужно будет просто быть активными, их комментировать, ставить лайки. Ну, там, понимаете, делиться с друзьяшками. И у кого из участников баттла, так как в баттле участвует несколько блогеров, окажется самая мощная аудитория тут и побеждает, и подписчик того тоже побеждает. И мы все вместе с вами летим. Я вас нисколько не сомневаюсь, поэтому жду вас по ссылочке в описании в моем паблике ВКонтакте. Для вас там подготовила огромное количество контента на тему кей-попа. У нас будут с вами там разборы кей-поп-макияжа, айдолов. То есть, в общем, я хочу сделать для вас там максимально все интересное. Жду вас в моем паблике ВКонтакте. Помните, я снимала видео о распаковке покупок из тайландского рынка? Подождите, из тайского рынка. Так вот, в этот раз я тоже была на рынке в Корее, чтобы купить себе платье. Я не знаю почему, возможно, я не очень умная или не супер хорошо шарю, но тут очень тяжело найти прям платье. Ну, такое, знаете, мини-красивое. Потому что в один день мои знакомые блогеры пригласили меня пойти в очень пафосное местное место, но сказали, что там типа дресс-код, и нужно обязательно приходить в платье. Типа намекнули мне, что как панк приходить не надо. И я такая, да где же мне найти пафосное платье? Боже мой, обошли все магазины, но в итоге нашли его на рынке в переходе в метро. Вот, если честно, этот момент я вообще не поняла. Я вам отвечаю, мы целый день таскались по разным местам, и, ну, естественно, мы не хотели заходить в какие-то привычные магазины, типа там H&M или Zara, хотели заходить в местные магазины. В местных магазинах вообще платьев не было, то есть вообще не было. Ну, только там какие-то зимние, какие-нибудь там вот эти мини-вечерние, да что угодно, этого просто нет, я не понимаю почему. Может быть, нам так не повезло, или есть какая-то причина? Кто-то знает? Кстати, вот это платье вот так выглядело. А еще мы с подругой купили 4 сумки, и разброс по ценам этих сумок просто какой-то катастрофический. Выбери своего бойца. Ой, я только что заметила, что я отражаю сзади. Боец номер один, сумка из перехода с мерчом из кофейни. Боец номер два. Вот такая вот потрясающая меховая сумка от бренда MLB. Мех, естественно, не натуральный. Выглядит просто потрясающе и стоит, если честно, достаточно дешево. Давайте посмотрим. В местных деньгах это 119 тысяч вон. Еще одно какое-то абсолютно отвратительное меховое недоразумение, которое я купила в переходе. Ну, потому что она такая сратая, она просто отвратительная. Ну, вот и купила. Ну да, у меня достаточно часто появляются хаотичные мысли о хаотичных покупках. И последнее. Поживший свою долгую жизнь, но богатый, очень богатый боец. Боец номер 4. А вот такая вот сумочка из винтажки. Луи Виттон, ребята, Луи Виттон. Что мне еще, ну, очень нравится. Реально можно найти супер необычную, креативную одежду. Да, в принципе, и везде. Несмотря на то, что весь общий стиль как будто похож. И ты шастаешь из одного магазина в другой. И там как будто бы ничего не меняется. Но реально просто самородки попадают, ребят, самородки. А еще, короче, моя, наверное, самая прикольная тема. Здесь во всех топах, какой бы ты ни купил, тебе обязательно впихнут в подкладочку. И да, это топики. Это не братом, не лифаки, ничего. Обычные топы. И все с подкладками. Знаете, ну, тут такая подкладка, как плюс один размер. Сейчас как раз с этими штанишками и померю. Да, ребят, это топик. Это вот то, что я только что надела. Говорю же сразу на кучу размеров увеличивать. Ну, типа, что ты думаешь надела два от хита? Да я ничего не думаю. Я не понимаю, кто я, кто ты. А я тоже не понимаю, кто я, кто ты. Ну, пойдем. В самый первый день, как я прилетела в Корею, мы, конечно же, пошли и закупились косметикой. Потому что не покупать тут косметику, это kinda cringe. Ибо, смотрите, ситуация. Ты покупаешь одну помадку, а потом вторую, а тебе еще две дают в подарок. И ты такой, вау, куплю себе две, две дадут корешку моему. А потом ты идешь и покупаешь себе пудру, и тебе говорят, ну, купите пудру и румяна, вам в хайлайтер дадут. И такой, ну вот, пудра мне нужна, а хайлайтер теперь тоже, да еще и румяна дадут. Ну, короче, в итоге ты просто выходишь, оставляешь там кучу бабок, но и тебя никто в обид тоже, в общем-то, не дает. Если покупать один, то это 20%, а если два, то это 30%, но как бы у нас двое, поэтому мы выбираем сейчас себе цвет. Я, скорее всего, возьму вот этот, а подругу возьму вот этот. Ой, в общем, мы пришли домой, купила себе кучу всяких фигней в первый же день. Во-первых, у меня вот здесь вот такая прикольная штука. Ну да, она уж по разу развалилась, но это другая история. Купила себе Абадок с Курами, потому что я Курами. Так, далее у нас тут палеточка с глиттерами, целую кучу помад. И вот это, например, мне дали в подарок. И тут то же самое, я купила вот эти вот две помады, вот так вот, раз-два, и третье мне дали в подарок. Причем, когда тебе дадут что-то в подарок, тебе будет не рандомный цвет, ты берешь и сам выбираешь. То есть это вот все чисто мой выбор. Кстати, на тему вот этой вот помады, здесь я разложилась, смотрите, у меня красиво как-то. Короче, это просто одна из моих любимых помад. Я ее постоянно использую для косплея, именно когда мне нужно, знаете, какие-то красные, глоссие губы. Она уже даже протекает, потому что, ну, реально эта помада за три года пережила не лучшие свои годы. Ну и сейчас я купила еще три каких-то дополнительных. Ну и вот тут то же самое. А, кстати, простите, я купила целых четыре дополнительных. Это я купила подруге, потому что они одинаковые. Скрывать не буду. Некоторые наши покупки действительно очень странные. Например, вы знаете, вот как вы думаете, что может быть в этом пакете? В этом пакете на пуговичнице! Да, давайте посмотрим на пуговичницу, и вообще я покажу вам, что это такое. 260 долларов. 260 долларов за штуку для пуговицы. Нет, я не шучу. Ты вешаешь на пуговицу. Ну, потому что это на пуговичник. Они были такими шапоголиками. Вот, берем на пуговичник. Ну, в общем, вот на пуговичник. И это и типа такой. Ура! У меня есть штука на пуговице за 260 долларов. Еще мы здесь купили вот такие вот ботинки. Особенно, конечно, больше всего должны доставить данного вида сапоги. Просто не спрашивайте, чем я у руководства когда это покупала. Тут, правда, очень много девушек ходят в подобных сапогах. И я увидела и поняла, что, блин, у меня еще такого подобного даже никогда не было близко. Поэтому взяла. А вот, чем я приехала. А вот так смотрят сапоги на фотках. Кстати, все фоточки из Кореи, всякие мои интересные истории. Я все выкладываю туда. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Телеграм. Я вас там очень жду. А это значит, что меня купила подруга. Можно сказать, что мы купили на двоих, потому что у нас одинаковый размер. Вот такие вот маотнющие штуки. ХЗ, как они называются, я забыла. И уги. Потому что это сейчас модно. А вот почему бы не купить меховые уги с открытой пяткой. Тепло. Можешь, пожалуйста, повторить? Лучший розовый, который вы можете дать мне эту штуку. Все. Посмотрите, что я себе купила. Я купила себе, естественно, из кожзама косуху. Ну, куртку даже скорее. И это... Ну, вот, знаете, я бы никогда не сказала, что эта вещь стоит 2 или 3 тысячи рублей. Просто. Она же очень крутая. И пока что у нее такой мягкий кожзам прям классный. И цвет, знаете, не просто белый-белый. А он яичная скрупная. Мне кажется, это прям очень красивая покупка. Она реально укороченная. Достаточно модная. Естественно, не с таким прекрасным волосцветом, как у меня сейчас ее носить. Но посмотрите. Просто вау. Вот, собственно, штаны. Косуха. И топ. Я бы это комбинировала именно так. Мне нравится. Достаточно расслабленный стиль. Наверное, даже сегодня так и в зоопарк пойду. Короче, вещей много. Контента будет много. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно покажу вам еще больше всего. Всех люблю. Всех целую. И обязательно не забывайте подписываться на мой паблик в ВК, чтобы выиграть вместе со мной путешествие на концерт. Подписывайтесь.